здравствуйте дорогие петербуржцы вот вновь мы у вас в экранах а мы это владимир антипенко театр поэтов и у меня гость поэт александр ириарта здравствуйте сегодня мы будем долго с вами беседовать начнем со стихов пожалуйста поэт александр ириарта полоса здесь остались лишь зола и сажа железобетонный обугленный остов грязь и мусор между прутьев и панелей где живет лишь крысиное эхо здесь остались наши радужные окна хруст осколков под ногами здесь осталось наше трепетное счастье на моих исколотых предплечьях почему за что воспоминания забирают самых преданных любимых я остался непрекаянным бездомным ветром а со мною только ночь без тебя и ледяное небо черное без звездное пустое навсегда пропиталась белой горечью дыма пустое спасибо вот собственно теперь можем после того как почувствовали какой поэт александр хотим понять что он еще за человек насколько я знаю ты учишься на врача да я учусь в санкт-петербургском государственном университете имени павлова я считаю что это по праву самый престижный вуз медицинский нашей страны и очень горжусь этим то есть будешь потом лечить не только души людей но еще и дело до здоровом теле здоровый как говорит один мой знакомый у здорового духа здоровое тело есть связь ясно как ты попал в театр поэтов мне даже самому интересно вот оказался сейчас в кресле как вообще имеется ввиду театр поэтов послушайте руководителем которого является поэт владимир антипенко мне кажется что как-то раз я пришел в рок-кафе просто так наверное посидеть с друзьями и вдруг увидел замечательных людей которые читали со сцены стихи и володю который бегал кричал задавал общий темп тянулся как паровоз я бы удивлен что такие люди есть я же еще там всех уничтожал но это да просто я знал множество других проектов этот момент поэтических которых такого вообще не было для меня было что-то с чем-то и вот тогда я решил поучаствовать такого до сих больше пока нет я помню как я звонил вот и владимир предлагал мне прочитать стихотворение я несколько раз его начинал читать потом все никак не получалось дочитать его до конца и только на сцене раза с пятого когда мы уже получается по счету я читал то стихотворение я его и прочел давай тогда еще твое стихотворение послушаем ну наверное тогда и прочту то стихотворение которым сейчас идет речь которая связала нас с театром поэта супер лепра белые простыни ветер колышет во мраке сотни и сотни что липкий чудовищный кокон холод и только больные безликие страхи пристально смотрят из пыльных на треснутых окон белые простыни в жирном густом формалине шорохи призрачных танцев смеющийся тени холод и тонкие пальцы в стальной паутине черного зеркала голос песочного тления белые простыни мумии солнечных крыльев так тяжелы на ветру и прогорклы и блеклы холод в четыре угла паутиной и пылью каменный свод саркофага бездонные стекла слышишь ли эхо но плен пустоты не ответит нет ни тебя не меня есть лишь лепра и ветер спасибо поэт александр ириарты мистику нам тут наводит а у тебя все стихи мистические ну нет не все есть у меня вообще я последнее время декламирую три символа три буквы экс-пси-де это экспрессионизм психоделия и декаденс вот эти три стиля превалируют в моем творчестве и по всячески сочетаются друг с другом вот мистический период был в моей жизни очень ярко закончился не так давно вообще мне хотелось сказать наверное что вся поэзия она связана с мистикой по-своему потому что вообще рождение стиха это что-то непостижимое а вот у меня была история как-то раз прошлой весной за мной наблюдал какой-то странный человек абсолютно серьезно я по крайней мере видел его он часто шел за мной по улице один и тот же человек и окликал меня когда я поворачивался он как-то умудрялся всегда исчезнуть в то время я писал стихотворение работая в больнице мы последствия р哲cin мне очень так сказать каждый день тебе приставить не каждый но время от времени одно стихотворение запало мне в голову и с тех пор как вот этот человек стал мне появляться я совершенно исправил каждую строку как будто кто-то не диктовал мне новый вариант этого стихотворения не осталось ни одной строкий из старой версии до сих пор появляется нет как стихотворение было закончено он исчез и честно говоря вот но стихотворение харошие получилось а как у него feel Я могу прочитать невзрачный такой, в серой куртке человек, как человек. Ну ладно, давай тогда стихи. Вот и само стихотворение. Небольшая предыстория. Я тогда работал в кардиохирургии медбратом. Очень много трагичного меня впечатлило на это стихотворение. И как-то раз мы сидели с медсестрой одной моей знакомой в нашей комнате сестринской, и пришли мне такие строки. Ты могла бы позволить себе мысль о смерти? Это просто ветер. Облепиховым нутром вылита коморка. Сумрак вкратчив, и пока с тучами на вы. Смотри, вон березка у морга, в карандашнице дикой травы. Далеко, беззвучно в окна запыленной кювете. Ты, быть может, услышишь, как веки слепаются. Что это? Липкий, чудовищный ветер. Он пишет их плечи в своих обмороженных пальцах. Вот он шагает. Размахами злости мерят пролеты, скрипя и треща. Может быть, это стучат его кости. Может быть, это гремят его кисти в гулком кармане плаща. Вот он в окошке. Пленительно тонкий правила странной игры. Что-то несет он в бездонной котомке. Ты не посмеешь закрыть. Хлюпают плиты. Беги. Эхо дырявые рты широки. Это твоими, животными страхами. Полные его сапоги. Зайдет. И солнце со стен облезло. Из ножья коек взором крестит. Сядь. И сажает в стальное кресло. Я напишу нас вместе. В самой кошмарной, больной наготе. Маски пали. Бинты ослабли. Брызжут голодные белые капли. Из-под его ногтей мастер восторжен. Мастер жесток. Спорится дело. Но будто осколок солнца. С волос его вдруг сорвется листок. Миг. Только грохот дверей. Только вопль его долог. К ночи туманы. И те, кто ушли в них, верно простят его. Ветер устал. И под мостом, где ночуют зеленые ливни, Ветер задремлит. Огромное небо есть у моста. И светел, и хрупок, и горек мучительный сон. О том, как резвятся в березовой роще ветра. Как травы плывут и летят в громовой горизонт. И воздух огромен под крыльями трав. В окнах распахнутых гулки листвы купола. Свежесть и голос ложится на плечи березова. Это ветер в кровавой котонке принес его. Ветер, ворующий в зону из липких палат. Спасибо. Александр Ириарте и незрачный серый человек сочинили этот стих. Не, ну на самом деле это ты, а это вот, если кто сейчас только включил телевизор, то Саша сочинял его в присутствии некого серого, незрачного человека, который все время за ним ходил. И пока он ходил, Саша сочинял этот стих. У каждого поэта, наверное, свои демоны. Как ангел-хранитель, только демон-хранитель. Да. Так что же такое мистика в поэзии? Сложно сказать. Вообще, с греческого мистикус это тайный. Мне кажется, для каждого это что-то свое. Вот что-то самое искреннее, что есть у человека, это и есть его мистика, мне кажется. Хорошо. Знаешь, когда, пока ты читал вот свое, единственное, что я привез такую пачку толстую, думаю, там, ну где-нибудь подержу, Сашу. Но вот после всего, что я сейчас услышал, вот у меня только совсем короткое. Можно свое? В твоем, как бы, немножко таком продолжении. Невидимый лес, не видно, нет, нет, лес. Невидимый нет, я нет, лес нет, я лес нет, нет, я лес нет. Ну, просто такая хрень. Нет, ну, почему, было бы очень интересно. Ну, такая ассоциативная игра. Ну, я еще подражал твоему голосу. Все остальное пока не могу озвучивать, потому что здесь уже совсем извиной сферы. Про лес одно стихотворение мне вспомнилось. Давай. Ну, не совсем оно про лес, а так ассоциативно навеяло. Ноябрь, 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 еще слишком рано зализывать раны хлыстами буранов. Но только над кручей сгущаются тучи. Кручинятся ветры белы и тягучи. Скребутся в калитку, скулят обреченно в такую метель под забором не спится. Испуганный мчится. По снегу зайчонок, а следом плетется хромая лисица. Истерзаны лапы, стеклянные лужи. А стужа в облезлые рыжие уши все свищет. И свищет на супе в бровище. Я буду безжалостен. Помнишь ли, хищник, Все злее скоблит под височными голод. Пурга катарактовым матовым роем вдыхает следы. Одичалы и голы вчерашние рощи теперь не укроют. Я буду безжалостен. Буду, но снега не вызверю яростью, Не окровавлю. И кажется, будто капканы из вафли Не ранят, не гложат горячего меха И ширится небо все уже. А вьюга промозглая вьюжит и вьюжит И глушит ружейное эхо. Замечательно. Поэт Александр Ириарты на вашем общественном телевидении В гостях у Владимира Антипенко. Всех нас можно обнаружить в интернете, в поиске, в ВКонтакте. Театр поэтов или Александр Ириарты. У тебя есть какой-то паблик свой? У меня есть паблик, который сейчас активно развивается на Твиттере. Публичная страница на Стихире и прочих поэтических сайтах. Так же и называется. Александр Ириарте. В конце Е, а не Э. Ну, тогда, поскольку ты, насколько я понял, все-таки уже какой-то сформировавшийся поэт, что ли. Так получается. Хотя молодой человек. Почему бы и нет? Вопрос тогда такой. Значит, сколько стихов написано? И вообще немножко кухня. Правишь там? Как долго пишешь? Я понял. Поделись. Ну, наверное, то, что наболело медицина и поэзия, это на самом деле постоянные весы. Я то одним занимаюсь, то другим. Сейчас полгода меня не было видно совершенно нигде в поэтических кругах, потому что медицин отнимало все время. Сейчас вот стало посвободнее, и я переметнулся на медицину. Значит, с медицины на поэзию. Медицина имеет всегда обучение. Обучение, да, и работа всякая, потому что, ну, по ходу дела все учатся, работают. Вот. Конечно, для меня поэзия это не что-то, что приходит вот само. Бывают случаи, как я уже рассказал, такие экстраординарные. А в целом я много работаю над стихами. Мне кажется, что, как вот говорится, если вам стихи диктует кто-то свыше, и не бойтесь поправить. И, глядишь, через годик этот кто-то начнет диктовать гораздо грамотнее. Ну, либо можно править через годик. Ну, тоже правда. Да, бывают стихи, которые я по несколько лет заканчиваю. То есть, а начал писать я где-то, ну, так лет пять уже назад, осознанно, получается. Ну, вот Марина Цветаева не правила. Ну, я думаю, не совсем, но почти. То есть, она сразу писала. У каждого свой метод. Хорошо. Хорошо, а сколько стихов-то вообще всего? Не считал, но их не так уж и много. Ну, сто тысячи. Да, я думаю, порядка сотни стихов, которые я мог бы читать на сцене. Но они такие длинненькие. Ну, да, они маленькие. Давай еще послушаем тогда. Да. Мелисса, не плачь, так холодно и голо. Вчера я боялся, ты не переживешь ночи. Я вглядывался в каждую замерзшую слезу и видел планету ночи. Там черные маки, там черные тополя. И ничего, кроме степи, мы стоим в ноябре. Ты видела дракона? Знаешь, одни только крылья его, так же немыслимы, как облака над океаном, так же бескрайние. Не спи, молю тебя, не засыпай, нельзя. Кто был готов отдать жизни близких? Кто позабыл голоса своих близких? Кто растоптал города своих близких? Чтобы увидеть дракона? Я хочу, чтобы ты не боялась. Я готов простить их. Я готов лечить их раны. Сотен тысяч кровоточащих, Обезумевших в войне солдат. И на огарках алтаря Шептать в захлеб, Не различая языков Лучшие молитвы и стихи. Лишь бы ты Не видела дракона. Ветер целует в сердце. Слышишь, как больно Эта стена и творон. Нет! Прикасаешься пальцем к моим губам. Это песня шамана, Который баюкает ворона. О страннике, Зачавшем свою мать, Чтобы, родившись, Быть ей братом И умереть одиноким. И я чувствую лед, Не пускающий слово наружу, Запрещающий крикнуть, Шепнуть, возразить И тебе Отнять прикосновения. Ладно, ладно, Хватит загадок. Черные перья, Черные когти степи, В чьем страдании Уснула планета ночи. Тут я, Ты, я. Мы стоим на игре. Александр, Ириарты, господа. Вот такие стихи. Вот, знаешь, Наверное, нашлось еще одно Короткое мое стихотворение, Которое немножко так попадает В стилистику, скажем, По крайней мере, Сегодняшней нашей встречи. Называется оно... Можно, да? Конечно, конечно. Владимир Антибенко. А это был Александр Ириарта. Гимн России. У меня есть такое стихотворение, Называется «Гимн России». Эхом жить, Голоса разные Губами воздуха вытворять, Эльранда, Бельтомба, Пультра умирать, В золотом молчании Тишину шить, Голубыми нитками неба Покой прясть, Украсть Драгоценности звезд В капельках роз, Утром солнце звать В гост Ти-ти-ти Птицы запели Гимн России Обычно я читаю его Истерически. Ти-ти-ти Птицы запели Гимн России А сегодня Специально Немножко в таком ключе Мне показалось Владимир, а у меня Вопрос есть. Да, класс. А вот в вашей стихии Я тоже вижу В них такие некоторые Психоделические приемы. На что, скажем, Вы ставите В основном То есть, Когда создаете стихотворение, Что вы считаете Наиболее эффективно Подействует на слушателя? То есть, Может быть, Это звукопись Или какие-то Ассоциативные ряды И вот что? На слушателя, Естественно, Сильнее подействует, Если стихотворение Будет прошито Звуком, Со звуком. То есть, Оно будет Ну, имеется В данном случае Еще и ритмическая Составляющая. То есть, Если это будет Некой Четкий рисунок И звук Необычный, Интересный, Привлекающий Помимо содержания Для слушателя. А вот Если это Для читающего Человека Глазками, Да, Так сказать, Уже Что хошь. То есть, Разные стихи, Которые читать И которые слушать? Ну, Любое стихотворение Можно, Естественно, Исполнить. Любое. Ну, А ты знаешь, Я ведь площадной Такой поэт, Да, То есть, У меня короткий И можно орать, Орать, Понимаешь? И у меня, Как бы, Все под это дело Вот, Сделано. Вот. Давай лучше Про твои стихи Поговорим. Ответа я тебе Не скажу, Потому что Я уже его сказал. Александр Ириарте Стихи. И можешь Что-то рассказать О том, Что сейчас Исполнишь. Да, Могу рассказать. Воспоминания Исполнишься, Исполнишься, Исполнишься. Исполнишься, 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 И плакала, И плакала, И горестно вздыхала, Призрачная гостья Этой ночи, Знать не в легких, В сердце Ноет рана. Вместе с нею слез Не мог сдержать я, Глядя на счастливую улыбку, На холсте В потрескавшейся раме Юной девушке В лилово-бледном платье. Это мое сочувствие к духам, Как можно уже было заметить Не по одному моему стихотворению, Зародилось во мне Достаточно давно. Вот как я примерно Начал писать стихи, Произошло это Опять такая же история, Полная мистики. Лежал я как-то раз в больнице, И это была ночь, Вдруг слышу, Как вот что-то совершенно Такое необъяснимое, Ну вроде, знаете, Часы тикают в коридоре, И вдруг эти звуки Становятся больше похожими На шаги, Как будто время Перешло в человека. И кто-то приближается По коридору. Ну конечно, Когда там по двое суток Без перерыва дежуришь, Так наверное там И не такое увидишь. Нет, я тогда был пациентом. Это было в детстве. Ага. И вот, значит, Кто-то подходит, Ну как мне ощущается, К моей спине, А стены больные, Ну палат стеклянный, Чтобы можно было За детьми наблюдать. И вдруг я вижу Самого себя, Лежащего на кровати. И ощущаю Какую-то Такую многолетнюю, Наслоенную Вот эту Пустошь, Горесть, Безвыходность, Отчаяние. И мне показалось, Что я Почувствовал Вот этого духа, Который, возможно, Жил здесь. Потому что больница старая, Она была еще до войны, Я не исключаю такого. Может быть. Мне кажется, Вот есть такое С человеческим разумом Происходит Такой опыт, Как осознанное сновидение. Бывает, спишь, И вдруг твой разум Возвращается, И ты начинаешь понимать, Что ты спишь, И управлять своим сном. Так вот, мне кажется, С духами то же самое. Когда они спят, Они не трогают людей. А когда они вдруг Возвращают свое сознание На какое-то мгновение, Они начинают общаться с нами, Мы их чувствуем, понимаем. Ну это если ты сам настроен, То ты их чувствуешь. Да, конечно, Не без этого. Если ты как это, знаешь, Не настроил фокус, И не видно. Имейте в виду Психический фокус души. Давай стихи еще, Ильарта, А то я сейчас свои буду. Солнце, жемчужинка, Обними меня крепче, Поплачь, я тепло. Только с каждой минутой Все меньше, больнее, Остывая, Клубиться стальной небосклон Водородных цветов Ледяная аллея, Тихо дверь затворив, И как будто смирен, Обреченно сквозь ржавый Вздохнув респиратор, Ты покинешь свой дом Без порога и стен Без надежды. Последний слепой ликвидатор. Вспышка, кадр, Фотограф по имени Страх, Полюбуйся, Бушует, Беснуется пекло. Под ногами Мертва радиома кора, А кругом хоровод Безымянного пепла, Ядовитых туманов, Кровавые ризы Беспроглядны, Пустынна, Былая земля, Заскорузлые раны Ветрами гноят, Но как будто смирен Непрекаянный призрак. Там, Где ввысь вздымаются распятия, Плавятся ксеноновые реки, Стелет прах Обугленное поле, Где росою оседает С тронцей мы, Мертворожденные проклятия, Не забыли верности вовеки. Обернись, Несломленная воля, Ни тыль солнца, Ни слеп, Ни слеп, Оков еще не свила, Слышишь, Тьма для нас. Мы, Демоны, Чудовища, Легионы Слепящих глаз, Мы, Пророческие стражи, Распахни Ворота в веки, Мы, Господство, Неспосланы Свыше. Эта ядерная стужа Воцарилась не навеки, Эта ночь не последняя, Слышишь? Только с каждой минутой Все тяжелее, Леденеет азотного плена стекло, Усмехаясь, Взирают презрительно, Равно бездушно, Гиганты цифеи. Обними меня крепче, Поплачь, Я тепло. Дорогие друзья, Сегодня наслаждаемся поэзией Александра Ириарта, Но уже Завершается это наслаждение, Вот, И, Вартсалоне Нески 24, Вот, В ближайшую среду, Сашу, Можно увидеть, Все найдете в интернете, Там, Вконтакте, А это, Ядерная зима, Чего там такое? Ну, Солнце жемчужинка, Называется стихотворение, После апокалиптические, А можно я закончу своим, Оно такое жизнеутверждающее? И, кстати, Написано в раннем-раннем детстве моем, Ну, имеется в виду юношество. В сердце зеркало дождя, На лазурной глади моря, Целый день ее прождал, Реку выпить может с горя, Или озеро нагреть, Чтоб бурлило, как икона, Холм на голову надеть, Ах, прелестная корона, Ну, а лучше скручи вниз, Сигануть и не разбиться, Чтоб у всех окрестных птиц Уважение добиться. Ну, примерно так. Это, на самом деле, песня. Все, Саш, мы прощаемся, Можешь там помахать, Сказать до свидания. До свидания. Да, и, дорогие друзья, В следующий понедельник Опять будет интересный гость. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова